Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Процветок». С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о советах блогеров. Не секрет, что во время эпидемии коронавируса, когда многие вынуждены оставаться дома, сидеть на своих дачах, на коттеджных участках, резко возрос интерес к садоводству. И, естественно, это нашло отклик среди наших блогеров. Ведь чем еще заниматься человеку в свободное время? И нужно сказать, что количество различных советов резко возросло. Можно сказать, что они сыплются, как из рога изобилия. Но дело в том, что не все советы одинаково полезны. Множество просто бесполезных и безвредных, есть некорректные, а есть и откровенно вредные советы, которые могут нанести вашему саду, вашим растениям вред. Не сразу, конечно, отсрочно, но тогда вы долго будете думать, почему же растения болеют, в чем причина, и не всегда причину вам удастся восстановить. Цель этих роликов, которые сейчас наводнили интернет, просто набрать как можно больше просмотров. Ведь чем больше просмотров, тем больше популярность автора, тем больше денег капает. И ему, откровенно говоря, все равно, будет у вас урожай или нет, главное, чтобы вы посмотрели. И наша задача помочь вам немножко разобраться в основных мифах, которые существуют на просторах нашего интернета. Многие из этих мифов откровенно бесполезны, безвредны, но есть и те, с которыми нужно разобраться серьезно. Один из таких мифов – это привлечение в сад трутовиков. Недавно моя знакомая, цветовод, на мой вопрос, почему у вас на деревьях так много трутовиков, и предложение убрать их, сказала, ни в коем случае. Это очень полезный гриб, я приготовлю на нем специальный раствор для микоризообразования. Его нужно измельчить, настоять, пролить, и растения пойдут расти дальше. Да, есть грибы, которые образуют микоризу. Они соединяются с корнями растений, помогают им расти, помогают им усваивать многие питательные вещества, делают их более устойчивыми и жизнеспособными. Но не все грибы одинаково полезны. И трутовики – это как раз тот случай, это те грибы, которых в саду быть не должно в принципе. Почему? Дело в том, что грибы-трутовики – это древо разрушающее, микоризу не образующее. И тот факт, что они появились у вас в саду – это тревожный звоночек, что здоровье его находится под серьезной угрозой. И трутовиков в саду быть ни в коем случае не должно. Поэтому при первых признаках появления трутовых грибов, вот этих всех характерных шляпок, копытец, их нужно немедленно удалять, срезать. Место, где они были, дезинфицировать раствором медного купороса 3-5% либо бордоской жидкостью. Либо, если у вас нет ни того, ни другого, на крайний случай можно использовать биосептики, которыми мы в хозяйстве протравливаем древесину перед стройкой. Но применять их нужно только локально, поскольку это все-таки химия. И главная наша задача – остановить развитие трутовика и не дать ему вырасти снова. Дело в том, что, заразив дерево, трутовый гриб очень долго в нем развивается и выходит наружу, только когда изрядно разрушил его изнутри. И можно сказать, что он сигнализирует – все, я готов распространяться. Когда мы поливаем землю, настоим именно плодовых тел таких трутовиков, как окаймленный, наиболее распространенный в саду, фактически мы заносим инфекцию в сад, распространяем ее. Попав в корни, они начинают потихонечку их разрушать, поднимаются вверх, и как следствие срок службы дерева резко падает. Поэтому не допускайте, пожалуйста, появления трутовиков в вашем саду, удаляйте их немедленно. А если они все-таки появились, вырезайте и сжигайте. Многие из садоводов, срезав больное дерево, оставляют его на дрова. Но даже на срезанной древесине трутовики успевают размножиться и рассеять споры. Поэтому такие деревья нужно не просто удалять, а сжигать. Причем чем раньше, тем лучше. Второй, пожалуй, по вредности совет – это использование препаратов хлора. Например, белизны. С одной стороны, белизна – это великолепный дезинфектант, то есть дезинфицирующее средство, самое широко распространенное и доступное в мире, которое реально прекрасно справляется со своей задачей. Но с тем же успехом, убивая вредных бактерий, грибков, прочие микроорганизмы, белизна и прочие хлоросодержащие дезинфицирующие вещества убьют или серьезно отравят и живые нам нужные, полезные наши растения. Поэтому рекомендация пользоваться раствором белизны по живым, тем более по листьям растений, может привести к отсроченному отравлению. Дело в том, что плодовые и ягодные растения очень негативно относятся к хлору, в какой бы форме он ни подавался. Будь это калийная соль, сельвенит, вот эти красные гранулы удобрения, или химически чистый хлорид калия, или же гипохлорид натрия, который и, собственно, составляет нашу белизну, хлорку так называемую. Какие бы мы ни добавляли туда для обезвреживания средства, к сожалению, от хлора мы не избавимся. Он перейдет в другую всего лишь форму, но останется, и будет вызывать постепенное отравление ваших растений. Поэтому совет использовать белизну в садовом хозяйстве нужно использовать с осторожностью. С одной стороны, ее раствором прекрасно вы можете продезинфицировать садовую тару, инструменты, ваши ящики для рассады или прочие части, на которых растения не растут. Но после этого не забывайте их хорошенько промыть. Причем промывать нужно ваш инструмент, горшочки, ящички, не в саду на почве, чтобы хлорка не попадала в нее, а где-то в специально отведенном месте. Дело в том, что со временем хлор и его соединения накапливаются и вызывают у плодовых растений краевой ожог листьев. Я думаю, многие из вас обращали внимание на клёны и липы вдоль улиц дорог где-то во второй половине лета. Краешки листьев у них как будто обожженные солнцем, листья скукоженные, и в конце концов такие деревья засыхают. А это, кстати, первейший симптом именно использования солей, в первую очередь хлорных солей, которые сыпят наши дорожники на улицы. Но мы же не хотим иметь то же самое у себя в саду. Поэтому для плодовых, для ягодных растений использование хлора, кстати, и для декоративных тоже, соединений хлора, в какой бы форме они ни были, очень нежелательно. Из вредных советов, которые не самые, можно сказать, вредные, но тем не менее, скорее относятся к некорректным, бессмысленным, относятся захоронения в посадочные ямы, плодовым деревьям, различных железных предметов. Почему-то считается, что яблоня очень любит железо, а яблоки им очень и очень богаты. И поэтому обязательно при посадке нужно положить консервную банку, подкову, какую-то жестянку, якобы растения, впитывая корнями вот эту вот ржавчину, это железо будет им насыщаться и расти лучше. На самом деле, нашей почвы достаточно содержит железо, которое нужно растению в микродозах, буквально миллиграммы на огромное дерево. Симптомы дефицита железа встречаются очень редко, и они гораздо проще справляются внесением простого железного купороса по листу. В большинстве же почв железо, к сожалению, избыток. И когда мы вносим железо в ямы, мы немножко подтравливаем дерево на самом деле. Ну и, наконец, вот этот миф о том, что яблоки богаты железом. Он родился потому, что обычно большинство сортов яблок при разрезании темнеет, становится как будто ржавым. И по этой аналогии многие считают, что это именно железо окисляется. На самом деле окисляется сок при помощи ферментов, танины, которые меняют цвет. А железо в яблоках содержится очень мало. На самом деле его больше содержится в продуктах животного происхождения. Поэтому не засоряйте свой участок, не отравляйте его железом, закладывая мусор в ямы под посадку. Это дерево ни в коем случае не надо. И уж тем более к вредным советам относится рекомендация вбивать гвозди в деревья, которые не плодоносят. На самом деле механизм вызывания плодоношения в таком случае немножко другой. Вы повредили дерево, причем неважно чем, железным гвоздем, или медным гвоздем, или костяным гвоздем. Вы нанесли ему стресс, и оно решает, что раз ему пересекли где-то пути движения питательных веществ, ему угрожает опасность, и нужно срочно успеть дать плоды, отплодоносить, оставить после себя потомство. А бывает это просто совпадение, что когда вы наконец-то решились заняться деревом, оно само решило начать цвести. А вбивание гвоздей приведет лишь к тому, что у дерева может образоваться язва, и идти постепенное отравление железом изнутри. Поэтому, пожалуйста, не калечьте ваши деревья, а для того, чтобы они начали плодоносить вовремя, просто проводите своевременно формирующую обрезку. Именно она на самом деле ускоряет плодоношение даже у самых упрямых сортов яблок и груш. Пожалуй, очень вредный совет, я как садовод уже с 20-летним стажем, считаю это рекомендацией не красить деревья с осени, особенно молодые. Можно услышать такое, ни в коем случае не краситься свои молодые деревья, они задохнутся, у их кора не будет дышать. И что мы получаем в результате? Кора молодых деревьев очень нежная и тонкая. Она легко обгорает на солнце в зимний-весенний период, легко повреждается морозобоинами. Поэтому покраска им жизненно необходима. А что же касается, может кора дышать или не может, то ни одна краска, пожалуй, за исключением латексной, нанесенной в несколько слоев, не образует сплошного слоя. Кора – это ткань очень эластичная, активно растущая. И когда мы красим деревья, то весной, когда она начинает действительно активно дышать, кора начинает покрываться сетью мелких трещинок, которых вполне хватает для того, чтобы обеспечить, в принципе, мертвые клетки коры кислородом. А все остальное она получает через листья. Поэтому обязательно красим в первую очередь молодые деревья, наших яблонь, груш, вишен, черешин, краской осенью. Вот это, кстати, второй элемент этого вредного мифа. Не нужно красить деревья с осени, нужно красить весной. На вопрос почему? Большинство отвечает, ну так делали мои папа, мама, бабушки, дедушки, ну и так далее по генеалогическому древу. Дело в том, что покраска осенью – именно то, что нужно нам. Именно она выполняет основную функцию защитную. Дело в том, что самый опасный период жизни молодых деревьев – это февраль, март, апрель месяцы. В это время еще ночью серьезные морозы, а днем уже пригревает солнце. И если кора согревается, темная кора, она согревается очень хорошо, днем, а зимой температура ночью быстро падает ниже нуля. И получается так, что кора сжимается быстрее, нежели сердцевина, древесина, дерево. И деревья лопаются. Мы теряем дерево. Или теряем несколько лет его продуктивной жизни, потому что у него нарушилась целостность проводящих путей. Поэтому не прислушивайтесь к таким действительно вредным советам. Прислушивайтесь к элементарной логике. Защита деревьев на первом месте. Красим все деревья, и молодые в первую очередь, осенью, хорошей садовой стойкой краской. Ну и естественно, если растение получило зимой морозобоины или солнечные ожоги, на этих местах чаще всего поселяются различные раковые болезни. Обыкновенный рак, черный, антракнос, цитоспороз с охотой заселяют подмерзшую кору. А уж рано для них это открытая ворота для инфекции. И тут уже стоит дело в том, чтобы спасти дерево полностью. И наши садоводы упражняются кто в чем гораст. Каких только советов не дают наши садоводы-любители для того, чтобы спасти дерево от рака. Пожалуй, самый сложный рецепт предложил мне один садовод. Он заключался в постепенном протравливании каждой раны сначала раствором йода, потом марганцовки крепким, потом следовало обработать это карбидом, не карбамидом мочевиной, именно карбидом, после чего тщательно смазать отработанным машинным маслом. Согласна, после такой обработки там не останется ни одной живой споры дерева. Ну и дерево со временем тоже. Кстати, совет обрабатывать раковые раны именно машинной отработкой встречается очень часто. И это очень вредный совет. Дело в том, машинное масло содержит очень много различных отравляющих веществ, а также частицы металла, которые в нем накопились в процессе работы двигателя. И нанося эту адскую смесь на дерево, вы вызываете у него серьезное долговременное отравление. Такие советы однозначно нужно признавать вредными и опасными для сада. Поэтому убираем этот совет из нашей копилки средств борьбы с болезнями. Гораздо лучше будет, если вы тщательно зачистите раны на деревьях и обработаете их любым контактным фунгицидом. Это будут, конечно, препараты меди. Либо из синтетики хорошо подходят топсин М. Он именно заточен на борьбу с болезнями коры древесины. Прекрасно справляется. Также хорошо помогает заделка зачищенных именно от мертвых тканей ран глиной с добавлением коровяка, либо с добавлением медного купороса. Даже просто глина, благодаря высокому содержанию различных микроэлементов, способна быстро залечивать серьезные раны и сохранять здоровье дерева, помогая ему восстановиться. Среди множества советов, которые дают блогеры своим слушателям, которые распространяются из уст уста от садоводов-любителей, дачников друг к другу в процессе разговора, есть такой совет, как использование соды, соли поваренной, пищевой, либо нашатыря для борьбы с различными проблемами. В частности, это используется для борьбы с насекомыми-вредителями. И вот по соде еще для борьбы с болезнью. Дело в том, что большинство грибковых заболеваний не выносят щелочную реакцию раствора почвы. Это может помочь в борьбе. Но здесь стоит помнить, что использование солевых растворов, содовых растворов должно быть четко локальным. Как мы уже говорили раньше, соль поваренная, она содержит хлор. И если мы будем использовать ее для борьбы с каким-нибудь вредителем, для борьбы, допустим, с лишайниками неумеренно, буквально ежегодно или по нескольку раз в сезон, мы вызовем засоление почв и как следствие отравление. Тем более, что использование солей, поваренной соли для плодовых и ягодных, очень не рекомендуется из-за содержания в них хлора и может вызвать серьезные заболевания. Но если есть проблема, допустим, у нас часто на луке встречается луковая муха. Лук мы все используем в пищу, перо, и использование на нем серьезных химических средств защиты на своем участке мы не допускаем. Поэтому здесь приходится обращаться именно к народным или биологическим методам защиты. Из народных средств часто практикуется проливание луковых грядок раствором соли. 100 граммовка на 10 литров воды. Получается довольно слабый раствор, с нашей точки зрения, которым поливается каждый рядочек. Это действительно помогает справиться с луковой мухой. Но следует помнить, что здесь главное поддерживать меру. Что занадто, то не здорово. Что слишком, то не очень хорошо. Поэтому, если у вас серьезное засилье с луковой мухой, а других биопрепаратов типа бетоксибацилина, липидоцида и прочих под рукой нет, можно однократно воспользоваться раствором соли на луке или чесноке. Но только однократно, стараясь, кстати, так, чтобы при поливке он не попадал на листья, на зеленые части, а только на почву. Многие из садоводов возмущаются тем, что нашатырь – это очень опасно. Есть такое мнение, что нашатырь вызывает очень серьезное нарушение биосистемы, микробиоты, почвы. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на нашатырь, что это такое? Это аммиачная вода. По сути дела, раствор аммиака в обычной воде, где содержится аммонийная форма азота. Кстати, очень легко доступная. И использование ее очень широко практикуется в сельском хозяйстве. Подкормки аммиачной водой – это обязательный элемент для выращивания многих зерновых культур. Поэтому, если вы используете нашатырь, его использовать можно и нужно, но только в оправданных для этого случаях и однократных, когда вам действительно нужно с чем-то справиться. Например, у вас завелись муравьи на участке. Не нужно поливать нашатырем весь участок. Достаточно пролить именно конкретно места, где их гнезда, чтобы отпугнуть. И нарушить серьезную микробиоту такая операция не сможет. Наоборот, она может сработать как хорошая подкормка для растений. Поэтому, слушая советы, пожалуйста, включайте логику. Если вы в чем-то сомневаетесь, лучше посмотрите и других авторов. В конце концов, мне как садоводу очень хотелось бы, чтобы многие из наших блогеров, которые сейчас вовсюду выставляют свои ролики, руководствовались таким вот подобием клятвы Гиппократа. Не навреди, советуйся с коллегами и соблюдай высокие моральные принципы. И тогда наши растения будут действительно здоровы, почва здоровой и сад экологически чистым. Надеюсь, этот ролик оказался полезным для вас. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, и я с удовольствием отвечу на них во время прямого эфира 24 июня. До новых встреч! С вами была Юлия Кондратенок.